курс на айти страну льготы для резидентов пвт майнинг и крипто бирже беларуси вступил силу декрет развития цифровой экономики чем планирует удивлять мир беларусь на экспо 2020 подготовку национальной экспозиции к всемирной выставке обсуждаем с экспертом программы 3d системы по изучению геометрии интерактивной карты по географии и истории и даже познавательные страницы в инстаграм систему электронной школы развивают беларуси от а за до ижицы или весь спектр литературы по науке чтения за четыре столетия к юбилею первого мире букваря национальная библиотека беларуси проводит масштабную выставку нарус 24 расскажет о самых интересных событиях студии сергей воляк здравствуйте полный курс на айти страну в беларуси вступил в силу декрет развития цифровой экономики документ приближает наше законодательство к нормам английского права иностранным работникам пвт предоставлен безвизовый въезд и пребывание существенно расширен перечень видов деятельности резидентов планируется что многие нововведения коснуться и других сфер экономики вот что изменится узнаем у нашего экономического обозревателя дмитрия титова совсем недавно число резидентов парка высоких технологий в минске увеличилась на четверть а экспорт пвт впервые в истории превысил миллиард долларов появляются новые профессии специалисты которые делают беспилотные автомобили и создают искусственный интеллект декрет эхом пронесся по всему миру сразу после подписания президентом от рейтерс до cnbc форбс недавно назвал пвт изумрудом экономического роста в первый день уже прилетели айти туристы и символично что компания резидент парка в которой работает этот специалист создает программы для сегмента путешествий благодаря новому документу теперь эти специалисты могут ближе быть к партнерам полгода можно быть здесь без визы и они готовы осваивать новые виды деятельности это очень своевременно принятие вот этого декрета сейчас поскольку во первых мы точно знаем что остаются эти условия еще надолго это важно для бизнеса понимать что как бы ситуация продолжается стабильно и так далее кроме того вот эти новации новые вещи которые там появились в том числе и и больше открытость для иностранных инвесторов учредителей клиентов работников это тоже очень важно компьютером сотрудников компании у на бай даже комар носа не подпочит так как проект пока еще не допилен то есть все секретно но это не помешало стартапу стать резидентом парка высоких технологий видите многих уже не шокирует что можно попробовать расставить мебель в пустой квартире просто с помощью смартфона сегмент торговли сегодня пытаются наполнить искусственным интеллектом во всем мире кстати декрет о развитии цифровой экономики дает возможность при создании стартапа стать владельцем части его акции при успехе проекта их стоимость будет только расти мы вот в лицу медленную эволюцию которую проходили другие страны мы сейчас одним широким шагом перешагиваем до то есть мы берем те лучшие практики которых над которыми бились лучшие умы в экономически в развитых экономических в развитых юридических системах и мы просто берем их и говорим вот в беларуси завтрашнего дня будет вот так вот сегодняшнего дня будет вот так и это хорошо это очень резкий шаг глобально да но поддержка декрета происходит на таком уровне который с моей точки зрения обеспечивает адаптацию этого и внедрение курс на эти страну беларуси был взят всего год назад эффект уже виден безусловно директором парка был назначен всего тенчевский в страну потянулись мировые айти гиганты лидеры в онлайн перевозки пассажиров uber и get google купил нашу компанию в области искусственного интеллекта и мета этот случай приблизил наше законодательство к нормам английского права сегодня это один из важных пунктов декрете мы первая страна которая рискнула и приняли серьезное решение в течение в конце года они были озвучены по айти технологии по цифровой экономики это будущее вот прошло буквально два-три месяца и мы понимаем что мы попали в точку потому что если отстанем то завтра и творчества вашего не будет я рискнул творчески подойдя к этому я подписал эти документы сегодня не жалею мы первые в мире узаконили технологии блокчейн и операции с криптовалютами зарубежные эксперты уже подчеркивают насколько грамотно и тонко прописаны все нормы в этом документе те же смарт-контракты могут просто избавить нас от бумажной рутины и третьего лица при сделке программа автоматически подписывать соглашение между сторонами компании очевидно выходят на новый уровень решения задач это не просто разработка какого-то простенького программного обеспечения это реализация сложных проектов как по зарубежным заказом так и по белорусским и самое главное это возможность наших высококлассных специалистов привлекать для решения вопросов традиционных отраслей я знаю что декрет разрешает эти компаниям оказывать финансовую помощь талантливым студентам и преподавателям это как-то в русле мировой практики до сегодня система образования во всем мире стоит на пороге трансформации подчеркивает профессор университета мэриленда сша бен бедерс я считаю что использование бизнес модели для стимулирования образования это очень здорово такая практика есть и в сша в университете мэриленда за финансовую поддержку талантливых преподавателей и студентов отвечает сам штат чтобы эти кадры работали на благо экономики по сути разговор год назад о беспилотных автомобилях сегодня привел нас к тому что по дорогам минска уже ездят специалисты которые обкатывают программу для распознавания каждого предмета перед транспортным средством существенно расширен перечень видов деятельности резидентов пвт причем этот список остается незакрытым а наблюдательный совет парка вправе определять другие виды спасибо ключевых положениях декрета президента который создал беспрецедентные условия для работы айти бизнеса рассказал дмитрий титов ждем результатов беларусь готовится к экспо 2020 свое участие в форуме уже подтвердили 180 государств на всемирной выставке наша страна сделай ставку найти и презентует новинки высоко технологичной продукции ожидается что площадь белорусского павильона составит более тысячи квадратных метров оператор национальной экспозиции это национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен сегодня директор центра валерий садоха гость нашей программы и мы обсуждаем подготовку беларуси к экспо 2020 валерий евгеньевич здравствуйте добрый день вот беларусь традиционно и успешно принимает участие выставках экспо национальные павильоны всегда представлены на таком высоком уровне в целом какие дивиденды не считая имиджа престижа государства получают от участия в таких формах прежде всего хотел бы отметить что всемирная выставка экспо это самое значимое мероприятие выставочного бизнеса и беларусь как вы уже сказали участвует последние годы начиная с 1998 года португалии далее мы активно участвовали выставки в астане в милане в италии шанхае и нашу деятельность заметили на международном уровне поэтому и оценили я об этом позже скажу но мы готовимся очень серьезным образом к выставке 2020 которые экспо 2020 которая пройдет в городе дубаи объединенные арабские эмираты беларусь рассматривает эту выставку не только для того чтобы показать наши достижения достижения в области науки культуры образования во всех сферах одним словом мы рассматриваем это как площадку для того чтобы усилить двусторонние отношения как со страной организатором этой выставки так и с другими странами которые будут участвовать в этой выставке вы уже сказали что около 180 стран это не только возможность показать наши достижения но и продвигать например наши товары потому что будет в электронном виде такая возможность показать все что есть беларуси лучше вот сообщается что беларусь стала первой страной которая зарезервировала место для строительства национального павильона и подписала договор об участии во всемирной выставке экспо 2020 как проходит подготовка к форуму какова концепция нашей национальной экспозиции хотел бы отметить что подготовка к форму проход началась уже с 2016 года когда мы подали заявку одними из первых и поэтому нам выделена площадка очень хорошим престижном месте я бы сказал потому что нашими соседями будут такие страны как австрия германия испания монако швейцария поэтому перед нами стоит задача чтобы мы выглядели достойно и по сравнению с нашими соседями могли также продемонстрировать наши достижения нашей возможности хотел бы отметить что процесс подготовки он состоит из нескольких этапов настоящее время мы выбрали на конкурсной основе инжиниринговую компанию которая будет контролировать весь процесс от проектирования строительства особенно мы озабочены и считаем самым важным элементом этой подготовки это наполнение контентное наполнение выставки не сомневаюсь в том что последнее достижение республики беларусь особенно в информационных технологиях войти технологиях позволит беларусь пока беларуси показать нашу страну как страну которая развивается успешно который видит перспективу и видит будущее в конце прошлого года беларусь вошла в состав исполнительного комитета международного бюро выставок какие возможности и перспективы открываются для страны в этом направлении да совершенно верно нашу активность и наше участие было замечено по той причине что например италии в милане белорусский национальный стенд был наиболее одним из наиболее посещаемых а в астане беларусь и национальный стенд вошел в 15 наиболее престижных наиболее высокого уровня так скажем стендов поэтому мы вошли в топ-15 учитывая эту активность нашей страны в конце прошлого года представитель республики беларусь был избран в исполнительный комитет международного бюро по выставочной деятельности это престижно это очень важно но с другой стороны это накладывает большую ответственность на нашу страну и мы должны с этой ответственностью достойно справиться принять активное участие и показать нашу страну с тем чтобы во всем мире видели наши достижения и я в этом не сомневаюсь что мы с этой задачей должны справиться достойно и последнее что будет особенно интересно нашим зрителям объявлено что принять участие в разработке концепции белорусского павильона может любой желающий как это будет реализовано да мы совершенно верно и мы уже подготовили обратную связь на нашем портале экспорт . бай национального центра маркетинга где физическое лицо где юридическое лицо частная компания коллектив сотрудников любого института или даже студенческая группа которая занимается эти технологиями могла бы предложить какую-то версию какую-то часть нашего национального павильона для того чтобы мы могли демонстрировать какую-то новизну мы могли демонстрировать наши самые лучшие самые передовые достижения поэтому такая возможность есть мы ожидаем ждем от участников с белорусской стороны чтобы они могли предъявить свои возможности а мы уже будем оценивать вместе с экспертной группы и принимать решение по участию а мы будем об этом рассказывать спасибо подготовке беларуси к масштабному деловому форуму экспо 2020 мы говорили с директором национального центра маркетинга и коммунитуры цен валерин садоха больше новостей и сферы экономики не только на сайте нашего телеканала беларусь 24 . by и далее в программе события новшества белорусской системе здравоохранения и уникальные аппараты отечественного производства экспериментальный проект по выращиванию овощей и цветов с помощью светодиодов и всемирный день театра как его отметили в беларуси вернемся в студию через несколько минут это программа события на беларусь 24 мы продолжаем новинки мировой медицины обсудили в минске специалисты из 17 стран белорусской столице прошла международная специализированная выставка здравоохранения беларуси какое оборудование переместиться с экспозиционной площадки медицинские кабинеты узнаем у нашего обозревателя натальи тарасюк на выставке представили первый отечественный томограф его основное преимущество в четкости изображения на мониторе можно рассмотреть каждый сосуд пациента по планам такие машины появятся белорусских поликлиниках уже этим летом презентовали на выставке и работу электронных медицинских карт ведь уже в следующем году сведения об истории болезни всех жителей столицы должны быть перенесены в онлайн-систему а вскоре и по всей стране доктора смогут увидеть всю информацию об обращении госпитализациях результатах анализов пациента просто набрав электронной базе его идентификационный номер я уверена что после полноценного внедрения электронной системы ключевые показатели здравоохранения беларуси станут еще лучше поэтому мы рады что у нас есть возможность пройти этот путь таким верным своему делу министерством как минздрав вашей страны с нетерпением жду возможности скоро вернуться сюда чтобы своими глазами следить за прогрессом на этом пути многие зарубежные гости признавались что приехали чтобы познакомиться с белорусскими специалистами ведь мы известны в мире как страна где проводятся практически все виды трансплантации для лечения онкологии беларуси приезжают со всего мира операции проводятся с помощью органов созданных на 3d принтере а вот чтобы врачи могли эффективнее обучиться хирургическим методикам на выставке было представлено новое оборудование к примеру манекен который внутри полностью повторяет человеческий организм на нем можно практиковать даже лапароскопические операции находится он в операционной которая как и манекен отечественного производства в течение трех лет такие симуляционные комплексы должны появиться в профильных белорусских колледжах и университетах что же готовимся к переходу на электронное здравоохранение а вот системе отечественного образования такие технологии используются уже не первый год наталья как идет разработка единой платформы для проекта электронная школа разработчикам предстоит объединить электронные дневники и журналы платформа должна предоставить возможность экспертам отслеживать динамику успеваемости каждого ученика по различным предметам а также сопоставлять показатели на уровне регионов пока же получают оценки в электронный дневник по большей части учащиеся столичных школ и гимназий те же отметки можно увидеть и в электронном журнале сегодня уже практически отказались от печатного учебника по информатике в общей средней школе потому что пока мы над ним работаем уже где-то устаревает информация то есть это целый комплекс вопросов не только связанные с дневником и журналом это еще и вопросы безопасности школьника это вопросы сопровождения его при подвозе в учреждении образования из далеких деревень для более качественного обучения используются и облачные технологии и qr-коды в качестве ключей к тестам на уроках географии истории применяют интерактивные карты 3d системы призваны помочь ученикам лучше понять геометрию учебный процесс становится более занимательным в минске состоялась первая республиканская студенческая олимпиада по китайскому языку свои лингвистические знания продемонстрировали представители 10 вузов как проходили испытания в олимпиаде поучаствовали 130 студентов состязания проходили в два этапа письменный и устный это задание по иероглифики лексики грамматики китайского языка перевод текстов а также общение членами жюри на китайском языке по заявленной теме награды лингвистического состязания распределили между участниками в зависимости от уровня знания языка всем лауреатам олимпиады присуждены разовые стипендии посла китайской народной республики в беларуси экспериментальный проект по выращиванию овощей и цветов под светодиодами реализуют беларуси разработка ученых уже заинтересовала производителей россии и казахстана что же вырастили специалисты института ботаники академии наук беларуси под светодиодами удалось вырастить катарантус розовый это растение которое фармацевтики используют для производства противоонкологических препаратов для каждого растения необходимо различная интенсивность красного синего и белого света таким образом институте уже вырастили салат базилик огурцы под лиминесцентным освещением и вот такой эффект дает правильно подобранный спектр светодиодного освещения то есть растения быстрее растут они лучше укореняются и затем будут лучше расти когда их высадят в естественные условия сейчас реализуется совместный проект с институтом леса по разведению саженцев деревьев и по наблюдениям карельская береза под светодиодами выросла быстрее в пять раз в этом году ученые попробовали в теплицах вырастить и розы светодиодные лампы примерно на четверть экономят электроэнергию в конце апреля в беларуси пройдет фест экскурсоводов наталья какими историческими маршрутами будут удивлять гостей фестиваль организаторы подготовили детские литературные велосипедные анимированные экскурсии мои замечу как и прежде будут бесплатными отправиться в путешествие смогут и люди с ограниченными возможностями для них разработан специальный маршрут фестиваль проводится в беларуси с 2009 года он приурочен к международному дню памятников и исторических мест в этом году фест шагнет и в зарубежье экскурсии состоятся в варшаве праге львове подробности сообщим наших следующих выпусках также детально расскажем как можно будет зарегистрироваться на бесплатную экскурсию спасибо обзор подготовила наталья тарасюк букварю исполняется 400 совсем недавно исследователи доказали что учебник под таким названием первыми в мире издали именно белорусы специально к юбилею книги в национальной библиотеке открылась масштабная выставка рани сажа побывала наш культурный обозреватель и на пелевич и на как же учились читать четыре сотни лет назад вместо мама мыла раму молитва владельцы первых букварей учились читать по религиозным текстом этому свидетельствует содержание самого древнего на наших землях издания букварь 1767 года экземпляр редкий таких в мире только два фонде российской государственной библиотеки и нашей национальной гэта экземпляр был у середине 20 100 год закуплены нами у антикварным магазине веро годно по печатках и подписах мы можем мерковать что он походит звиль не с того города дебу над рукаваны национальная библиотека презентует весь спектр литературы по науке чтения от аз до ижицы в разные времена свои собственные учебники выпускали такие легенды литературы как тетка и колос кстати букварь создали белорусы буквально несколько лет назад отечественные исследователи доказали что у первой книги в мире под таким названием наши корни учебник был напечатан четыре сотни лет назад в евье раритет дошел до нашего времени только в двух экземплярах полный находится в лондонской библиотеке middle temple а частично сохраненный королевской библиотеки дании электронная версия последнего совсем недавно была доставлена в минск сейчас готовится к изданию факсимили букваря беларуси отметили всемирный день театра это не только профессиональный праздник актеров режиссеров гримеров костюмеров и даже инженеров сцены но и конечно поклонников этого искусства и на как прошли торжества мне предстоял непростой выбор в нашей стране были запланированы десятки тематических мероприятий до ночи недели театра но я как консерватор отдала предпочтение классике и посетила хрустальную павлинку вот уже более четверти века свой профессиональный праздник белорусские деятели искусства отмечают церемонии вручения премий в разные годы обладателями награды союза театральных деятелей были стефания станюта и геннадий гарбук валерий раевский тамара нижникова борис луценко и наталья гайда в истории премии были и уникальные случаи когда статуэтка и звание лауреата доставалась одновременно двум деятелям в этом году главный приз был вручен актрисе национального академического театра имени анки купалы народной артистки беларуси зинаиде зубковой хрустальная павлинка я считаю что она как золотая маска в москве это высшая награда актерская в беларуси и получить ее мне которая приехала сюда из латвии которая выучила язык и которая добилась такого для меня это просто у меня был шок я не ожидала этого особливо в этом году такая было дванадцать претендентов я него одна прочь зубковой не назову потому что это люди варты в этой списке просто так не трапляют и что ради союза тяжковато было працевать и голосовать вот это за одного боку вельми вельми раздосно у нас есть багата таленту багата ты кто прожил служить все театры талиновита яскрава одновременно с вручением хрустальной павлинки жюри определила и обладателей премии хрустального цветка хрустального ангелочка и хрустальной звезды всего в беларуси действует 28 государственных театров из них два музыкальных 18 драматических 7 кукольных статус национального имеет лишь четыре коллектива вот звание заслуженный удостоена 11 театров беларусь готовится принять детское евровидение минск посетил технический директор из швеции ола мельцик на счету телевизионного профессионала десятки песенных шоу европе и америки и на какова цель визита евровизионного эксперта ола мельцик дал консультацию белте радиокомпании по вопросам организации детского евровидения технический директор посетил минск арену откуда и будет вестись трансляция шоу пола оценил возможности спортивно-развлекательного комплекса и дал советы по логистике объекта например где лучше разместить green room эксперту представили макет сцены грядущего вокального первенства мне понравились светодиодные экраны освещения также мы посмотрели птс которая находится в отличном состоянии но макет сцены не просто невероятно красивый он также из технической точки зрения удовлетворяет всем требованиям команды евровидения это будет прекрасная телевизионная картинка ола мельцик также побывал на съемках одного из самых высокотехнологичных и рейтинговых проектов отечественного телевидения интеллектуального шоу я знаю напомню организация детского евровидения а также телевизионная трансляция шоу доверена белте ли радиокомпании единственному представителю европейского умещательного союза в нашей стране спасибо инна а я напомню что уже официально утверждена и дата проведения шоу минске детское евровидение 2018 состоится 25 ноября они боролись за звание лучших на планете и неимоверным трудом добывали для беларуси медали за высокое профессиональное мастерство выдающиеся спортивные достижения и большой личный вклад в успешное выступление национальных команд победителям и призерам олимпийских и паралимпийских игр в кунгчхане президент беларуси ручил государственные награды ордена отечества третьей степени удостойно трехкратная паралимпийская чемпионка светлана саханенко участники золотой олимпийской биатлонной стафеты дарья домрачева динара олимбекова ирина кривко и надежда скордина отмечены орденом за личное мужество орден почета президент ручил паралимпийскому чемпиону юрию голубу всегда приятно что такие церемонии происходят случаются и конечно это здорово что тот труд который мы проделываем в течение сезона в течение подготовительного сезона ценится и для нас это очень важно еще 12 человек удостойны медали почетных званий и благодарности главы государства напомню беларусь на олимпиаде заняла 15 общекомандное место на паралимпиаде восьмое и это все о чем мы успели рассказать итоги и анализ главных событий этой недели смотрите в информационно-аналитической программе тн главный эфир все проекты нашего телеканала есть на сайте беларусь24.by а также в социальных сетях я же с вами прощаюсь всего доброго до сих пор